Я уже делал несколько видео про китайских производителей экипировки. Ссылочки, если надо, в описании. Всё, о чём я говорил, нужно было заказывать на Алиэкспресс. И, как вы сами знаете, там нету возможности примерки. Сегодня я расскажу вам про другого крупного китайского производителя Анта. У него есть магазины в России, и туда можно прийти, покрутить в руках, посмотреть всю экипировку, которая представлена, и уже купить. Герой сегодняшнего обзора соревновательные кроссовки с карбоновой пластиной Анта Челлендж 202 GT, которые сделаны с применением передовых технологий. Настоящая соревновательная ракета. Кроссовки в моём размере 9,5 ЕС, весят 232 грамма. Перепад между пяткой и стопой 6 мм. Толщина пятки 31 мм, толщина передней части стопы 25 мм. Подошва сделана по технологии Nitro Speed Nook из двух слоёв пены Pebex, между которыми находится карбоновая пластина. Верхний слой пены на 10% мягче нижнего слоя, а пластина напоминает форму стопы. Нижняя часть подошвы закрыта тонким слоем резиновой подмётки. Сетка верха сделана по технологии Space Fiber, сочетает в себе зоны разной плотности для хорошей фиксации стопы внутри кроссовка и отличной воздухопроницаемости. Язычок тонкий, как и зона пятки, имеет отделку из искусственной замши. В зоне пяточного стакана размещена большая мягкая вставка, помогающая комфортно фиксировать пятку внутри кроссовка. Стелька сделана из тонкой эво-пены, вклеена внутрь, но при желании её можно отодрять и заменить на другую. Давайте сразу поговорим про подошву, потому что здесь много интересного. Разная плотность пены даёт сразу несколько преимуществ. Первое. Верхний слой, который находится ближе к стопе, более мягкий. Он даёт больше амортизации и лучше поглощает ударную нагрузку во время активного бега. Даёт немножко больше амортизации относительно нижнего слоя. И по сути, вот эта вся мягкость, которую вы чувствуете, когда бежите в кроссовках, это всё заслуга вот этого верхнего слоя. Нижний, более упругий слой отвечает за максимальный возврат энергии во время отталкивания. На него сверху давит карбоновая пластина, сжимая его как мячик, и во время отталкивания он высвобождает всю вот эту накопленную энергию. Карбоновая пластина во всём этом сэндвиче продвигает бегуна вперёд и дополнительно играет роль некого стабилизатора, который не даёт ноге заваливаться в стороны. Вообще, что касается стабильности во время бега, то тут всё хорошо. Подошва в передней части стопы в зоне пятки сделана так, что предотвращает завалы в стороны. Переход от пятки к носку плавный и ровный. Когда выходишь на фазу отталкивания, тоже никаких проблем со стабильностью в передней части стопы нет. Кроссовки не требовательны к сильным стопам и мышцам-стабилизаторам. И вполне подойдут новичку. Проблем во время бега возникнуть не должно. Да, когда ты их надеваешь в первый раз, к примеру, ну или даже не в первый раз, а после обычных кроссовок по бокам ощущается небольшая валкость такая. Но всё это ощущается только при ходьбе и потому что пена, она на самом деле достаточно хорошо амортизирует. Всё-таки вот этот верхний слой, он по бокам немножечко сжимается. Но во время бега ничего такого не чувствуется. Никакой валкости вот с боков, её просто нет. Буквально пара тренировок решает вопрос адаптации к кроссовкам. Плюс с внутренней части стопы у кроссовок есть, пусть небольшая, но такая достаточно ощутимая поддержка стопы. И она тоже помогает делать бег более стабильным и достаточно комфортным. За три недели тренировок впечатления от подмётки хорошие. Бегал как на сухом, так и на влажном асфальте. В сцеплении оно одинаково комфортное везде. На парковых дорожках кроссовки тоже чувствуют себя хорошо. Если не влезать в какую-то уж совсем сыпучую грязь или песок, то всё нормально. Единственное, что в реальности резина выглядит такой достаточно тонкой. Она такая немножко прозрачная. И ты думаешь, что скорее всего она будет достаточно быстро истираться. Но за всё то время, что я в них тренировался, на подмётке не образовалось никаких там явных таких потертостей. И в принципе, ну кажется, что она должна прослужить достаточно долго. И тут, собственно, только время покажет, насколько эта резина хорошая. Понятное дело, что инженерам нужно было соблюсти некий баланс между прочностью и лёгкостью этой самой резины. Ну, надеюсь, что инженеры как-то это всё рассчитали. Однослойный бесшовный верх очень лёгкий и отлично вентилируется. В передней части стопы довольно много места для пальцев. Они не чувствуют себя скованными, но в целом фиксация плотная. Основной акцент в ней сделан на среднюю часть стопы и зону пятки. В пятке нет жёсткой вставки, но она дополнительно усилена плотной полимерной ламинацией снаружи. Излишнего давления во время бега не создаёт. Несмотря что вот так вот чисто визуально и на ощупь сетка кажется такой достаточно грубой, на ноге сидит вполне хорошо. Ну, фактически надел и забыл. Сетка очень хорошо продувается по всей длине кроссовка. И есть ощущение, что даже в очень жаркий день ногам должно быть комфортно. Язычок очень тонкий, вшит только вот здесь вот у основания. Он тоже сетчатый, достаточно лёгкий. Во время бега не сдвигается ни в одну из сторон, но у него есть один нюанс. Он широкий и при каждом затяжении шнурков он вот здесь вот в этих местах такой небольшой гармошечкой начинает сборить. И вот этот момент мне ну как бы не очень нравится. Я постоянно хочу его расправить. Он всё равно так или иначе где-то загибается. Во время бега как бы это не чувствуется, потому что он там уже сам расправляется или поджимается. То есть какого-то дискомфорта не ощущаешь во время бега от вот этих складочек. Но каждый раз, когда я завязываю, я такой, блин, ну почему же так всё неровно-то? И вот ни разу ещё не зашнуровал кроссовки так, чтобы вот с первого раза всё было комфортно. Но в целом от верха впечатления очень положительные. Какого-то прям явного дискомфорта нет. Фиксация в средней части стопы и вот здесь вот очень хорошая пятка плотно сидит внутри кроссовка. И вообще стопа достаточно хорошо зафиксирована, что позволяет эффективно прожимать пластину. А прожимать придётся с хорошим усилием, потому что подошва гнётся ну так достаточно тяжело. И если нога будет внутри юлозить, то работать кроссовок будет не так уже эффективно. Во время бега хорошая амортизация чувствуется по всей длине подошвы. Неважно, ставите вы стопу с пятки или со средней части, кроссовки ощущаются очень упругими. И прям чувствуется, как они подталкивают вас вперёд во время отталкивания. Конструкция подошвы и пластины сделана так, чтобы кроссовок лучше работал на увеличение длины шага, а не на увеличение каденса. Поэтому спортсмены, тяготеющие к более силовому бегу, к большей длине шага, могут получить от кроссовок максимум преимущества. При этом, скорее всего, не важно, как они ставят ногу на поверхность, с пятки или со средней части стопы. Небольшой перепад подошвы позволяет кроссовкам одинаково хорошо работать в обоих случаях. Я пробовал бегать в кроссовках как активно с пятки, так и со средней части стопы. Понятное дело, что из-за большей толщины в пятке амортизация чувствуется чуть сильнее, но в целом она по всей длине подошвы очень хорошая, очень упругая такая, именно скоростная спортивная амортизация, которая дает возможность бежать именно быстро и кроссовки не ощущаются жесткими при этом. Но вообще, несмотря на пластину, кроссовки очень похожи на обычные соревновательные кроссовки без пластины. Нет какого-то суперконтраста между ними и обычными кроссовками во время бега. И, на мой взгляд, к ним достаточно легко привыкнуть. На такие кроссовки гораздо проще перейти, если ты никогда не бегал в кроссовках с пластиной. Потому что, к примеру, те же One Mix, на которые я делал обзор до этого, ссылочку оставлю в описании и в подсказочке, вот, они во время бега ощущаются все же по-другому, и там нужно больше времени, чтобы привыкнуть к ним. Тут не супер задран нос. Основной перекат, он идет вот где-то вот в этой части, и нету ощущения, что его трудно преодолеть. Как бы он преодолевается достаточно легко, особенно, когда вы набираете скорость и бежите, там уже нет каких-то ощущений, что нужно этот рычаг вот продавливать как-то. Есть один нюанс. Скорее, его не к минусам нужно отнести, а к особенностям конструкции. Потому что во время бега есть своего рода хлопок при постановке ноги на поверхность, при постановке стопы на поверхность. Неважно, бегу я быстро или бегу медленно, этот хлопок, он так или иначе ощущается тише или громче. Скорее всего, связано это конструктивно вот с этой частью, которая призвана с одной стороны стабилизировать стопу больше, и дать чуть больше сцепления вот за счет вот этих мест. И из-за того, что подошва, она, ну, не супер гибкая и в этом месте практически не сгибается, ты так или иначе вот этой широкой частью сильнее ударяешься о поверхность. И вот эта история напомнила мне про Альфа Флай, когда у многих бегунов получается такой шаг, как будто они дополнительно стараются так посильнее топнуть при постановке ноги. Никаких проблем во время бега это не вызывает, и в принципе к этому, ну, достаточно быстро привыкаешь. В остальном, кроссовки мне понравились. Делать скоростные работы в них очень удобно. Они комфортны во время длительного ношения, хорошо работают и по ощущениям подошва имеет большой ресурс. Но это, конечно, покажет только время. Так что обязательно рекомендую присмотреться к Challenge 202 GT, ну и вообще к бренду Anto в целом. У них сейчас вроде бы как нет проблем с поставками, магазины работают, можно прийти, по крайней мере в Москве, и покрутить своими руками, посмотреть, что за кроссовки, что за экипировка, как по размеру, ну и по общему комфорту. Стоимость у этих кроссовок сейчас порядка 14 тысяч рублей. Она там плюс-минус, видимо, от курса плавает. На данный момент, наверное, на нашем рынке это очень хороший ценник за стартовые кроссовки, особенно с карбоновой пластиной. Поэтому, ну что, рекомендую присмотреться как минимум. Легкие производительные кроссовки, в которых можно бегать 10 километров быстро, и, собственно, все остальные дистанции вплоть до марафона. В описании к видео оставлю ссылочки на телеграм-канал и группу ВК, потому что сейчас, честно говоря, непонятно, какие соцсети лучше развивать, поэтому подписывайтесь. Если понравилось видео, поставьте ему лайк, вам не трудно, а мне приятно. А с вами был Кирилл Цветков и обзоры спортивной экипировки. Всем бег, пока!